В 10-ти этажке по адресу Говрова 10Г упал лифт с полицейскими и понятыми. Как сообщили в ГСЧС, сигнал поступил на линию 101 в 8 утра. Прибыв на место, спасатели установили, что подъемное устройство упало с первого этажа в лифтовую шахту, пролетев примерно 7 метров. При помощи шанцевого инструмента спасатели открыли двери и освободили восьмерых мужчин возрастом от 20 до 30 лет, которые самостоятельно смогли выбраться из лифта. Мы за огромную стоимость квадратного метра получили на самом деле бэушные услуги, потому что лифты все были, я так понимаю, то ли списанные, то ли, я не знаю, откуда он их брал, то ли ставились лифты с бэушными моторами. У нас такая ситуация в каждой парадной. Так как я живу на 10-м этаже, на 11-м у нас вот эта вся лифтовая, и мы всегда слышим, как этот лифт работает, произошел какой-то звук громкий, я как бы собирала детей в школу, и буквально мы уже обувались, и через 5 минут мы вышли, как бы лифт не работает, но мы пошли пешком. И, как оказывается, внизу уже собралось там, не знаю, МЧС вызывали, я не знаю, кто эти люди, два мужчин, мы спросили, что произошло, они сказали, сорвался лифт. Даже по самому лифту можно убедиться, что кабина внутри, она идет хромированная, двери, они белого цвета, то есть видно, что лифт был собран из каких-то разных частей. Проблемы были практически сразу, но руководство, управляющая компания во всем всегда обвиняла жильцов, что якобы мы его перегружаем, мы его ломаем, то есть никаких реакций не было на многочисленные замечания по его работе, то есть никакой реакции. На месте работали медики и полиция. Врачи провели осмотр людей, которые находились в лифте. Как сообщают очевидцы, пострадавшие хромали. Двоих доставили в еврейскую больницу в шоковом состоянии. Постраждали находятся в стабильном состоянии, на разе их в жизни не загрожают эти травмы. Два постраждали госпитализованы, у других травм не требовали госпитализации. Все постраждали належным чином обстежены, виконано рентгенологические, ультразвуковые, лабораторные обстежения. Жилой комплекс «Академгородок» обслуживается кооперативом «Гранит». Жильцы жалуются, что неоднократно обращали внимание администрации на проблемы, которые существуют в их парадных, однако их просто игнорируют. Вот вы задаете такой дебильный вопрос, знаю ли я ситуацию, которая произошла на территории в 9 часов утра. Естественно, знаю. Бери груз был, 8 человек, залезло в лифт, грузоподъемность которого не позволяет этого. На первом этаже, все, и опустились вниз на эти, как они называются, господи боже, кто мой. Абсолютно правильно. Изначально, когда дом был введен в эксплуатацию, лифты были проблемными. Вплоть до того, что ходили слухи, что лифты были собраны из разных частей агрегатов, бывшие в употреблении, а не новые. Что подтвердилось тем, что, если я не ошибаюсь, в 2018 году была проверка Госгорпромнадзора лифтов, и они обратились в суд с иском о прекращении эксплуатации этих лифтов, потому что у них даже не было паспортов на все лифты в доме 10Г. Напомню, что в Одессе уже не впервые падают лифты. Так, 13 февраля в жилмассиве «Радужный» оборвался лифт с двумя пассажирами. Позже местный ЖКС обвинил людей в перегрузке подъемников. Что стало причиной обрыва в Академгородке, пока не ясно. Следствие продолжается. С места события Василий Базовлук, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.